16-й стартовый номер мастер спорта Алексей Никишкин, факел. 19-й стартовый номер кандидат мастера спорта Сергей Юферев, атлант. 27-й стартовый номер кандидат мастера спорта Артем Пехтерев, атлант. 31-й стартовый номер кандидат мастера спорта Валерий Хоменко, факел, новую рингу. И 35-й номер предвозрядник Рустам Коренченко, Нижний Новгород. Ну, вот телевизионная картинка приближает сейчас Мартюченко. Ведут. Начал он как-то не очень вчера бодро заезд чемпионата России, но потом постепенно разъехался и очень-очень неплохо финишировал. В чемпионате России лидеров остался прежний, это Склеров. Первый номер 147 очков из 150, великолепная сумма. Дис Рязанцев сохранил второе место, шестое, стартовый номер 133. На третьем месте восьмой номер Мартюченко, 118 уже отрывы. На четвертом месте Смолин, 96. А это очень плотно, кстати сказать. Четвертое место Смолин, 96. Пятое Никишкин, 94. Шестое Карпан, 93. Вот так. Ну и дальше очковый разрыв, собственно говоря, 82 очка. Имеет у нас Пехтерев Артем на седьмом месте располагающийся. Единственное, что вот из-за того, что Мороков сошел вчера, у нас переместился вверх Никишкин Савелий на девятое место и Хоменко на десятое. Заняли гонщики места при стартовой зоне, и сейчас их выпустят на стартовую прямую. Отойдите все туда, пожалуйста. Обычная процедура. Мы видим, некоторые устанавливают на подножки, но сегодня что-то никто с подставками не приехал. Сейчас, может быть, с Грюров. Пехтерев в плаще. Сейчас он его снимет, вот снимает. Утеплились гонщики. Вчера, в общем-то, погода была солнечная, крестится Никишкин. Младший. Да, традиционно Склеров использует подставку. Сейчас будет прогревать двигатель и трансмиссию. Просто Склеров вчера стоял в крайне правого края, ближайшего к зрителям, и мы видели все его манипуляции. Сейчас он немножко замаскировался, Мартюченко справа находится. Ну все, прогрев окончен. Подставка полетела назад. А Мартюченко себе решил пробить колею. Вот он мотоботами себе дорожку расчищает. Эти земляные работы, они всегда интересны. И в летнем мотокроссе, кстати, сегодня у нас этап сейчас проходит. Второй этап в Таиланде. Но в Таиланде немножко другая погода, как вы понимаете, в отличие от Великого Устюга, в общем-то. Вчера Бобрышев провалил квалификацию у нас. Ну, как провалил, в принципе, он там далековато. А еще хуже дела были у Танкова. Александр Танков в квалификации вообще не финишировал. Что там произошло, я просто не знаю подробностей. Так, готовы к старту класс взрослые. Бывший суперспорт. 15 секунд до стата заводят гонщики. Моторы снегоходов встают. Гипнотизируют табличку. Кто-то дернулся, кстати говоря. Не есть. Правильно, старт. Ну, обошлось без фальстарта. Хорошо стартанул у нас Рязанцы. Рязанцев, скверов второй. Итак, Денис Рязанцев, Атлан-Керославль. Полсот, скверов второй. Нет, не Маркеченко, все-таки третий. Наверное, четверочка с ноли. Итак, шестой, первый и четвертый номера. Впереди на первом круге. Ошибается у нас, кстати говоря, без Рязанцев. Очень широко пролетел, но удержался буквально с упором. Ух ты! Падение, падение. Здесь повтора. У нас падение имеется в виду лидера Рязанцева. Потерял он управление, отпустил руль. И вылетел в красу. Вот что там произошло. Итак, смена лидера. Как мы понимаем, Рязанцев самоустранился из борьбы. И в лидеры выходит, в лидер вчерашнего этапа, Склеров. Неудачно на трамплин зашел Денис Рязанцев. Вылет. В желтой флаге. Вот только сейчас, по-моему, продолго в последнем гонку. В желтой флаге. Итак, Дмитрий Склеров, 22-летнее дарование из Ямбурга. Двукратный призер. Чемпионат России по кроссу на снегоходах. Трехкратный выдел молодежки в разных классах. От юношей до юниоров. Участник чемпионата мира. Это, в общем, спортсмен, который из наших российских гонщиков на чемпионате мира добивался максимальных результатов. Футболеет тренерский штаб. Мы видим, что всем подсказывает. Никишкин Алексей на пятое место переместился. У нас отыграл одну позицию. Камера показывает Смолин. Четвертый номер. Четвертый номер очень высоко, сейчас расположен, что уже бывший юниор Смолин. Патиловский гонщик из сборной команды России по кроссу на снегоходах. Как Денис Рязанцев впереди на легком коне. Я его убрал здесь, собственно говоря. На самом деле он мчится по трассе. Очень хороший круг. 53-535. Сверох остается на 86. И Смолин на 10 секунд. Дальше борьба. Сорокопут-Никишкин. Никишкин прессендует Сорокопуда. Из Рязанцев двукратный чемпион страны по кроссу на снегоходах. Сезон 2014-2011. Несколько раз выиграл Кубок России. Выигрывал спринкросс. Соревнования у него на родине, проходящиеся в Ярославле. И так далее, и так далее. Сейчас в чемпионате Европы, после первых двух норвежских этапов, он занимает 8-е место. Он лучший из российских гонщиков. На втором месте Шлиеров на третьем Евгений Смолин. Четверка Евгений Смолин. Молодой парень, 20-летний Уренгойский. Вице-чемпион России по эндуро на снегоходах 2013-го года. Бронзовый придет молодежки по юниорам 12-го, а серебряный придет по юношам 11-го. Никишкин прошел у нас Сорокопуда. И Сорокопуда пропустил и Карпман, собственно говоря. Карпман пятый. Итак, шестой номер Рязанцев. Единский Косклеров. Четверка Смолин. Шестнадцатый Никишкин. Пятнадцатый Карпман. Мартюченко. Вот кто у нас сейчас быстро в этом заезде, и это Евгений Мартюченко вчерашний призер. Только на седьмом месте он идет. И, в общем-то, отставание уже такое критическое. 21 секунда. Он быстрее сейчас Сорокопуда Карпмана по скорости, но далеко от них находится. Так, Денис Рязанцев четвертый круг завершил. 54. Лучший круг у него 53,5. Склеров 52,9. Догоняет 5,9. Смолин 9 секунд. Смолин тоже догоняет Рязанцева, но не Смолин. Там разрыв уже достиг трех секунд. Никишкин-Карпан. Карпан, причем, быстрее Никишкина сейчас. Яков Карпан. Отдельная тема. 16 лет парню. 1 мая. 17. Скульптинг. По спецразрешению выступает во взрослом классе. Два года он гонялся в юношах. Еще с 14-летнего возраста. Вообще занимается 4 года снегоходным тросом. Совсем молодой гонщик. Но он такой фактурный. Высокий ростом атлетичного телосложения. Поэтому ему просто неинтересно уже в юношах гоняться с ребятами. И он перешел во взрослом. И во взрослом классе сейчас занимается 6 место. В общем, 93 очка у него. Может в топ-5 побороться. Там одно очко уступает впереди идущим конкурентам. Поэтому вот этот парень у нас тоже у него все впереди. И так на этом круге Склиров и догнал. Рязанцев активизировался. Показал лучший для себя круг. 53-534. И сохранил вот эту литирующую позицию. Разрыв 6.4. Сволен 10.4. Остает на 4 секунды. От Склирова. Никишкин отстает на 19. Карпан на 20. Карпан в темпе. Никишкин борется за 4 место. Без всяких авторитетов. 54-6 прыг у Рязанцева. 53-5. Секунду с лишним отыграл Склиров. И так Склиров недоволен своим вторым мостом. Очень хорошо Венис взял старт. Вот так-то там на грани фола летел практически. Я думал, что уже падение. Как-то вот так камера ушла. В общем-то, и мне показалось, что он уцелел. Он удержался. В итоге сейчас лидирует с 5-секундным отрывом. Но еще только вот сейчас пойдет вторая половина заезда. Поэтому сейчас, как бы говорят, вот ботокросс начинается. И снегокодный кросс уже со второй половины. Когда усталость начинает чувствоваться. Смолин молодец, собственно говоря. Он сейчас идет. И так лучший для себя круг Денис Рязанцев. Склиров не смог здесь у нас сейчас с ним потанкурируем. 53. 371. 5,4 разрыв остался. Смолин уверенно сохраняет третье место. Никишкин четвертый, Картман пятый. Не удается, я же, отыграть позицию. Фектори Фортем отыграл. Он у Смолин Младшего Савелия прошел. И на 8-е место 27-й номер переместился. И так у нас самая серьезная борьба. Четвертое, пятое, шестое места. Там Саракопут у нас. Мартюченко в итоге седьмой. Но недоволен этим местом Саракопута претендует за шестое место. Рязанцев 52-6. Рязанцев, вот у кого силы-то остались. На восьмом круге он лучший для себя круг и почти лучший в гонке. 52-688. Ну, наверное, вот это светская, норвежская, ну, импровизированные сборы, участие в двух этапах чемпионата Европы, все-таки тоже позволило ему находиться в отменной спортивной форме. Напомню, что два норвежских этапа, они были с разницей в неделю у нас в городе Транхейн и Фагернес. А в перерывах у нас, они, ребята, тренировались в Швеции. То есть получается вот такая насыщенная неделя, ну, две недели, грубо говоря, с заездом, с выездом. И вот, собственно говоря, у нас сейчас Денис в очень хорошем форме находит. Мартюченко отыграл одну позицию, восьмой номер на шестом месте. Но я не думаю, это то, на что он рассчитывал. И так, похоже, в этом заезде Скайров смирился со вторым местом. Сейчас уже 7,2 разрыв. Волен 15,5 проигрывает Никишкин. Алексей, который 16-й номер, Алексей Никишкин, легионер команды Факер, проигрывает 23,7. Карпан 26,9. Да, Никишкину удалось, пока от Якова Карпана отбиться. Алексей Никишкин тоже кололитный персонаж у нас. Это, этого цирка, снегоходного кросса. В этом году уже был вторым на снегоходном стримке в Ярославле. Выиграл снегоходный трофей России в Альбетинске в прошлом году. Серебряный призер, кстати, кубка прошлого года. Снегоходного кубка двухэтапного. Ну и несколько раз был на мотоциклах чемпионом России в Эндуро. В классе Эндуро 3, Эндуро 2, Эндуро Оупен, разный шлет. Так, на этом круге, кстати, Склеров у нас только, как я сказал, про борьбу. Он меня услышал, активизировался. Почти секунду Рязанцева отыграл. 54,05. Трасса разбивается, скорости падают. Никишкин хороший круг, пытается с полем догнать. Заканчивается 10-я минута из 12. Юферев отыграл позицию. Сергей Юферев, Ярославский гонщик. Прошел Савелия Никишкина и Хоменко заодно. В тот путь вошел Валерий Хоменко с Файкова. Сергей Юферев, еще один представитель СТК «Отлан» в Ярославе. Ярославская область будет принимать у нас 3-4 этапы заключительных чемпионат Европы 2015. Ну, а на этом круге опять резинц Рязанцев у нас оторвался от Феррого. 11-я минута. Ну и хотелось бы напомнить, что у нас проходили снегоходные битвы наций. На трассе Центра технических видах Сенегорье. Видите, что район Ивановского область, всем известная трасса легендарных чемпионатов мира снегоходного и манциклетного. И заключительный этап и финансовая поддержка Европа банка пройдет в Норвегии. В апреле есть в Норвегии, в городе Клаппе. 390 километров от Стокгольма в горы, в горнолыжный центр. 9 команд было на первом этапе. Сколько приедет в Норвегию, неизвестно. Может быть, добавятся какие-то. Может быть, и все приедут. Все-таки будут небыстры. Так, на этом круге примерно Рязан с Басклеровым в Грове. Прошли 7,9 просвет. Смолин встает на 20. Тругового. Проходят они, Торинченко, Труговой. 35-й номер, Нижегородский, кончик, личник. Мартюченко идет намного быстрее Картмана сейчас. И, собственно говоря, пытается пройти Якова в борьбе за топ-5. Ну, что еще интересного в Сигакодном мире? То, что через неделю будет у нас многоходный биоплён. Как раз в Семигорье на трассе Сигакодный биоплён. Уже второй раз будет проходить эти интереснейшие гонки. На этом круге Сигаров отыграл в секунду. Но уже конкретное время зарезда закончилось. Мартюченко прошел Картмана. То, что мы и предполагали, произошло. И так, Евгений сейчас на пятом месте, восьмом, на Тюменский гонщик. Евгений Мартюченко, двукратный секунь страны, 13-го и 11-го года. И так, не только он, но с Рокопуда прошли Пехтерев и Юперев. И так, Артём сейчас Пехтерев на седьмом месте, а Юперев на восьмом. И так, Рязанцев-Склеров. Опять Склеров быстрее. 6,2, но остаётся всё меньше и меньше времени. Похоже, всё-таки у нас не 12, а 15 минут заеха получается. И так, шестой номер Рязанцев. Середничка Склеров, четвёрка Смолин, 16-й Никишкин, 8-й Мартюченко. Топ-5 заезда. Так, Рязанцев 15-й круг завершил. Склеров 6,4. Сейчас Рязанцев быстрее Склерова. Склеров 33-я марта Смолин. Смолин Гцерова 23-я марта Смолин. Смолин Гцерова. Склеров 15-й марта Смолин Гцерова. Коменко, Никишкин, Коренченко Коренченко, похоже, вообще прошел у нас, кстати говоря А Коменко с Никишкиным круг проигрывает, так Рязантов завершил 16-й круг Леров мчится вторым, 6-5 просвет Женя Смолин третий Еще один сборник Но он послабее выступает на чемпионате Европы чем Рязантов Но теперь не менее, как же второй из российских гонщиков В итоге у нас Смолин на Европе Сейчас 16-й мест, 47 очков Он заработал Маркюченко прошел Никишкина И так в итоге Евгений минимизировал потери Восьмой номер Евгений Маркюченко Сейчас на четвертом месте Да, отставание 31,7 Да, вряд ли уже что можно сделать Но при не менее, четвертое место 18 очков Это еще шанс на подиум Кубка России Серьезно Так два круга Показывают у нас Денису Рязанцеву И Сперова Кстати, две секунды Сейчас у нас Рязанцев проиграл Сперову На вот этом круге Не знаю, в чем проблема Усталость Просто сбросился 57,2 А у Сперова 55,08 Круг Тем интереснее будет борьба 4,44 У них просвет Не четверки Не сорокопуду На круг прошел лидер Итак, серьезная борьба Назревает за победу В первом заезде Классы взрослые Между двумя мастерами Дмитрий Сперов И шестертый Стартовым номером Рязанцев Итак, Рязанцев Сперов Нет, опять Собственно говоря И круговые мешаются Опять Денис быстрее На секунду На последний круг Они ушли 53 просвет Все в принципе понятно В борьбе за лидерство Это круговые Вот четверка Смолен Третье место Вот Мартюченко Который Который Сейчас быстрее Смолен На секунду Между ними Правда 5 Их 5 Никишкин Алексеев Топ 5 Карта Рожден На линии Смолен А вот у нас Яша Наши Помните И Итак Первым Финишировал Шестой Стартовый Номер Денис Рязанцев Отлант Ярославль Вторым Единичка Дмитрий Слеров 8 В итоге Прослед Сбросился У нас Миров На последнем Круге Минута А Рязанцев Прошел Семь 56 8 Смолен Третий Мартюченко Четвертый На финише Их разделил Три секунды Да Догонял Евгений Он как-то поздновато Стал догонять Что произошло На последнем Круге Уже в круге Отставание От лидера Сергей Юхерев Успел пройти Артема Пехтерева И ярославский Гонщик переместился На седьмое место Неплохой У Юхерева Собственно говоря Дебют Он пропустил Начало сезона Уж не знаем По каким причинам Но он сейчас Достаточно успешно Итак Ярославцы Получилось у нас Первое место У Рязанцева Седьмое место У Юхерева То есть как-то Вот так они И у Пехтерева Восьмое Собственно говоря Продолжение следует...